Приветствую вас Кристина. Давайте рассмотрим ваш вопрос. В первую очередь я хочу сказать, что в силу видимо того, что русский язык не является вашим родным языком, а некоторые моменты, которые вы написали в тексте, некоторые нюансы совсем не ясны. Поэтому могут быть неточности, могут быть какие-то искушения, по крайней мере у меня в восприятии и соответственно интерпретации того, что я хочу сказать. Значит, смотрите. Речь идет о людях, которые сталкиваются с определенным предметом, представляющим из себя проблему человека. Проблемой человека в данном случае являются некоторые созависимые отношения. И, вы знаете, вот то, что вы описываете, что человек говорит, что эти отношения, хоть созависимые, для нее являются ресурсными и зачем она должна их разрывать. Я с вами согласен. Дело в том, что человек вправе делать свой выбор. И человек вправе, делая свой выбор, находиться в этих отношениях. Тут я с вами согласен. Если человек сознательно делает этот выбор, понимая последствия, то все в порядке. Есть несколько нюансов. Дело в том, что специалист, любой специалист, ну вот именно в своей области, по моему мнению, обязан предупредить такого человека о возможных последствиях. Обязан объяснить человеку вероятные негативные моменты и последствия подобного решения, чтобы у человека была вся картина перед глазами. Я думаю, что это обязанность любого специалиста. Да, важно не навязывать свою позицию, важно не пытаться доминировать над человеком. Ну и обозначить, озвучить свою позицию тоже очень и очень важно. Это первое. Второе. Конечно, комплекс спасительства, он же треугольник Карпмана, достаточно распространенное явление среди людей. И многие, конечно, спасительством занимаются, это правда. Ну, с чем это связано? Ну, обозначить, наверное, нельзя. Каждый случай уникален, каждый случай индивидуален. Я на своем опыте могу сказать, что за спасительством может стоять попытка привлечь человека в терапию. То есть, идет привлечение клиентов. Второе. Это желание набить репутационных очков. Третье. Это самоотверждение. Ну и четвертое. Это решение каких-то своих проблем. Некоторые специалисты в области психологии, особенно это касается, конечно, скажем так, бывших стран СНГ. Некоторые специалисты стараются занять авторитарную позицию по отношению к клиенту. Некоторые специалисты прямо говорят об этом, что только авторитарная позиция способна привести к какому-то положительному эффекту. Вот, на этот счет такого однозначного мнения нет, в том смысле, что под каждой менталитет, под каждой традицией, под каждой нацией, наверное, нужен свой подход. И совершенно очевидно, что есть такие клиенты, для которых авторитарная позиция является более приемлемой. Ну, я все же склоняюсь к тому, что человек, выбирающий свои среди деятельности, помощь людям и такой среди деятельности, как психология, психологическое консультирование, психотерапия, такой человек авторитарную позицию занимать не должен. И мне кажется, что, вот, как бы, отвечая, да, на, значит, ваше, отвечая на ваш вопрос, я бы не сказал, что это глупость. Вот, вы не правы в том, что говорите, что это глупость. Это не глупость. Просто каждый решает, каждый человек решает свои проблемы в конкретной ситуации, в конкретной социальной ситуации. Решение конкретных проблем, конкретных людей, конкретной социальной ситуации, это абсолютно нормально в любом обществе. Если люди не преследуют свои цели в каждой конкретной ситуации, то это уже больше лично меня настораживает. Если люди, ну, вот, как вы говорите, не занимаются спасительством этого и в другом своем вопросе писали, вот, то это связано только с менталитетом и традициями. В частности, это связано с более глубоким и жестким регулированием прав и, соответственно, защитой этих прав человека. Дальше. Так. В общем, я хочу сказать, кого спасти, у них была... Какие могут быть психологические причины? Ну, если говорить о психологических причинах, то это самооценка и потребность самовытвуждения. А также страх остаться абсолютно незначимым. То есть это подрывно собственной значимости. Дело в том, что если мы говорим о нездоровом спасительстве, то это всегда проблема собственной значимости человека. И, как бы, ну, в основном именно из-за этих причин люди спасают других. Кристина, я не буду, как бы, ну, перечитывать текст, да, давать комментарий, потому что он не очень складно описан и, как бы, есть некоторые... Некоторые смысловые, скажем так, диссоциации. Вот. Поэтому я, как бы, понял, что женщина, находящаяся в... 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 в зависимых отношениях с мужчиной. Алкоголиком написала статью на психологическом сайте, где началось бурное обсуждение, где её пытались определить в том, что она в зависимых отношениях. По ходу этой статьи и по ходу обсуждения женщина и ее муж пришли естественным образом к расставанию. Вы считаете, что легче из этих отношений выйти совершенно определенно, по вашему мнению, одному партнеру? Здесь я с вами вынужден, наверное, не согласиться, потому что трудность выхода из отношений зависит от конкретного человека и от конкретных его проблем. Поэтому однозначно говорить, кому легче, нет. Я также не думаю, что если люди высказывают свое мнение, то это обязательно патология личности. Я думаю, что патология это все-таки немножко другое. Я думаю, что патология это более серьезное отклонение, чем просто стереотипный, ну стереотипный ответ. Почему все специалисты появились и спасали указанные некоторые последствия в будущем для нее, от этого же звука на круг, который будет использовать ее как эмоциональный ресурс? Почему вы считаете, что указывание на негативные последствия для ее будущего это спасительство, Кристина? Я думаю, что спасительство это является в том случае, если это делается навязчиво, если это делается многократно, если это делается, ну, в такой агрессивной форме. В остальном нет. Так, хотя пока написала только про его слезы в глазах, когда она за разговор с ним и что не хочет смотреть, хули она, видимо, хочет. Я его в этот момент я не понял. Я не понял. Просто повторюсь, для специалиста с зависимым отношением это однозначная деструкция. Особенно для, если есть третьи лица, на которых это может влиять, например, на детей. Вот. Соответственно, если родители находятся в созависимых отношениях, то, чтобы дети были здоровы, необходимо созависимые отношения как можно быстрее разорвать ради детей. То есть здесь спасаются дети, дети, вот. Ну, опять же, как спасать? На это указываются и указание должно происходить в приемлемой форме. То есть вы сами, как считаете, специалист, если видит угрозу возгорания, он не должен заострять внимание на то, что возможно возгорание. Он не должен ходить за человеком и постоянно говорить ему, вот, ты должен поменять проводку, вот, ты должен приехать в новый дом. Ну, один раз сказать, что может произойти возгорание, мне кажется, более чем приемлемо для специалистов. Вот. наоборот, непрофессионально, непрофессионально с точки было бы не сказать. Вот. Другой вопрос, если другие люди, да, видят, что уже было мнение озвучено, пишут то же самое. Как бы это вот, да, это абсолютно некрасиво. Так. Ну, значит, в принципе, я думаю, я и ответил, надеюсь, вам на него исчерпывающий ответ. Вот. Вот.